Время новостей на Хабар 24. В студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. К Асамжимар Тукаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City для участия в церемонии открытия Всемирного климатического саммита. Он проходит в Дубае под эгидой конференции ООН по изменению климата. Главу государства встретили президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад Бен Заид Аль-Нахаян и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Кроме того, до начала Всемирного саммита по климату президент побеседовал с главами государств и другими участниками форума. Президент Казахстана примет участие во Всемирном климатическом саммите в Дубае. Он проходит под эгидой конференции ООН по изменению климата. Лидеры как минимум 140 стран обсудят декарбонизацию мировой экономики. Масштаб мероприятия впечатляет. Участие принимают 70 тысяч делегатов. Эксперты уже назвали конференцию одной из самых крупных в истории климатической повестки. Известно, что участники обсудят достижение целей Парижского соглашения, точнее ее медленную реализацию. Подробнее об этом расскажет моя коллега Динара Жанбатырова. В Дубае в эти дни очень жарко. Здесь дело даже не в высокой температуре воздуха. Город встречает высоких гостей. Больше сотни лидеров стран обсудят исполнение Парижского соглашения. Ожидается, что участники примут конкретный план, что-то вроде дорожной карты по оперативным мерам борьбы с климатическими изменениями. Каждая из стран участников озвучит свою позицию, соответственно, решения в отношении проблем экологии, продовольственной безопасности, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки. Все мировое сообщество в ожидании, что участники придут к консенсусу по постепенному отказу от ископаемого топлива, ввиду стандарты торговли выбросами углекислого газа. Таким образом, сдержат глобальное потепление на полтора градуса Цельсия, которое прописано в Парижском соглашении. Однако по ее достижению уже много скептицизма. Сейчас очень большие ожидания и большие дискуссии на тему того, что в итоге будет достигнуто на этой конференции. Потому что с самого начала очень много вопросов и, наверное, волнений вызывало назначение президентом КОП, который является по совместительству руководителем крупнейшей нефтяной компании Эмиратов. Именно со стороны экоактивистов высказывались сомнения на тему того, что он будет продвигать свою повестку, то есть сохранение уровня добычи и использования ископаемого топлива. Как итог, странам придется менять подходы и адаптироваться к новой ситуации. Речь о геополитических кризисах. Еще одна задача конференции – создать первый в мире фонд для реализации климатических целей, чтобы помочь странам, которые уже понесли непоправимый ущерб от последствий изменения климата, таких как засуха, наводнение и повышение уровня моря. Стоит ожидать, что с сегодняшним составом участников президента Центральной Азии, в том числе и глава нашего государства, лидеры 30 африканских стран европейского континента, это президенты Франции, Польши, премьер-министры Великобритании, генсек ООН и даже Папа Римский, будет решено большую часть мирового и национального доходов направлять на улучшение качества жизни, а не на преодоление последствий, бедствий и катастроф. Динар Жабатырова, Едалер Микбаев, Дулат Антибеков, Хабар, 24, Дубай. Казак Эйр запланирована на 2024 год. Более 2000 звонков поступило на телефон горячей линии Национальной палаты предпринимателя Атамикена от предпринимателя, чей бизнес пострадал во время январских беспорядков в Алматы. В этот день Светлана Ушакова так и не дождалась очередной поставки товара из аэропорта. О том, как восстанавливали бизнес, она рассказала нашему корреспонденту Наргизе Токижановой. Срезанные цветы, горшечные растения, букеты, товар скоропортящийся. Ербол Мамбетов в тот январский день приехал в аэропорт принять очередную поставку цветов. Но когда он приехал, территория была уже оцеплена, и его не допустили к грузу. При этом товар выгрузили и оставили снаружи. Забрать его удалось спустя три недели. В этой поставке были цветы из Кении. Это были хризантема, альстромерия и розы. В одной коробке примерно по 250-300 штук, а в некоторых было до 400. Когда мы приехали туда, цветы уже померзли, и больше 50 коробок мы просто выбросили в мусор. По словам учредителя Светланы Ушаковой, за 35 лет работы на рынке Казахстана её компания впервые столкнулась с подобной ситуацией. После пандемии январские события очень плохо сказались на работе предприятия. Общая сумма ущерба составила почти 5 миллионов тенге. И только благодаря помощи государства удалось быстро прийти в рабочее состояние. Поначалу никто не знал, как действовать в этой ситуации. То есть это всё делали на ходу. На тот момент сотрудники Акимата, Атамикена, они создали быстро очень такой отдел. Мы там регистрировались в нём. Все документы мы подали. И в течение трёх недель или месяца нам сказали, что сумма будет вам возвращена. Насчёт компании. И так оно и было. Чтобы оказать необходимую помощь предпринимателям, создали специальную комиссию по возмещению ущерба субъекта малого и среднего бизнеса. В её состав вошли общественные организации, представители органов власти и силовых структур. На тот момент создавался сайт, чтобы показать цифровизацию, то есть актуальную часть, где именно на каком участке и на каком секторе нужно было помочь людям. Принимали заявки на Инфоказахстан, рассматривалась комиссия, после этого давали разрешение на перечисление тех денег тем компаниям. Больше всего пострадали субъекты бизнеса первой линии, рассказывает Нариман Ибрагимов. Те, что сосредоточены на центральных улицах города. Если некоторым удалось восстановиться за полтора месяца, то у других этот период занял больше полугода. Суды удовлетворили почти 60% жалоб казахстанских предпринимателей в адрес госорганов. Это значит, что больше половины их решений были неправомерными. Об этом сообщили сегодня на заседании дискуссионного клуба по административной юстиции. Участники встречи, судьи, адвокаты и представители бизнеса обсудили развитие антимонопольного законодательства. Озвучили проблемы, возникающие в судебной практике. По итогу выработали рекомендации, полезные не только судьям, но и представителям антимонопольных ведомств. Адмистиция введена с 1 июля 2021 года. У нас 2,5 года уже успешно работают. Можно констатировать, если до введения административной юстиции, как вы правильно сказали, 15% всего таких споров удовлетворялись. Частная холиза субъектов бизнеса против госорганов. Сейчас же эта цифра кальярируется о 60 и более. Это хороший показатель с одной стороны. С другой стороны, конечно, тревожит то, что частота незаконных решений. Это говорит о том, что каждый условно обжалом из 10 решений 6 незаконных. Многомиллиардные хищения выявили в отделах образования Туркестанской области. В уголовном деле фигурирует 17 человек. По версии следствия, в течение трех лет бухгалтеры перечисляли деньги на счета людей, не работающих в этой сфере. Кроме того, они начисляли повышенную зарплату работникам школ. Таким образом, совершили хищение на сумму около 2 миллиардов 600 миллионов тенге. Для возмещения ущерба арестованы недвижимость, автомашины, ювелирные изделия и финансы подозреваемых. Ранее аналогичные схемы хищения раскрыли в Алматы, Шемкенте, Казалардинской, Актюбинской, Алматинской областях и в ЖТСУ. Педагоги без квалификации буллинг и учебные стрельбы из боевого оружия. Так, Молинские прокуроры выявили свыше 200 нарушений в региональных школах, сообщает местная прокуратура. В учебных заведениях не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы, требования безопасности и строительства. В ряде школ администрация перечисляла зарплаты так называемым мертвым душам. В других трудоустраивали лиц с криминальным прошлым. В результате начато 19 досудебных расследований. Больше 40 человек привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. Проверки продолжаются. Около 100 ректоров и проректоров из 28 вузов прошли курсы повышения квалификации в столице. Их научили эффективно управлять университетами в современных условиях. Курс состоял из 9 интерактивных модулей, где говорили о системной трансформации учебного заведения, решении студенческих вопросов и обеспечении качества академических программ. После руководители смогли применить их на практике. Например, в Казалардинском университете имени Корхатата активно внедряют талант-менеджмент. Специалисты считают, что крайне важно вести подготовку собственных кадров в регионе. Для университета, который выпускает 90% работников региона, для нашего университета, это градообразующий университет, суперважно, чтобы все новшества, которые мы внедряли, они были завтра полезны не только для нас, как для университета, а для всего региона. Мы сейчас больше фокус делаем на выращивании своих внутренних талантов. Мы их разыскиваем внутри, стараемся дать им вот эту поддержку, создать эту благоприятную атмосферу для того, чтобы эти таланты росли. Современную психологическую и социальную помощь получают люди с особыми потребностями. В Павлодарской области там запустили социальный проект «Мы вместе», который помог уже 128 жителям. В рамках службы проходят консультации психолога, врача и юриста, а также различные обучения и развлекательные программы. Многие из желающих уже прошли дистанционные курсы и нашли постоянный заработок. Инициаторы проекта заключили почти 2000 контрактов по трудоустройству. Всего в области проживает 3500 людей с инвалидностью. Они не знают, они не выездные, они маломобильные, но через посредство электронного связи мы создали WhatsApp-группу, куда всех включили, и проводили Zoom, где они друг друга уже дистанционно знают, познакомились и могут в дальнейшем поддерживать. И также показали варианты дистанционного обучения, куда они могут поступать, дистанционной работы и атлас-профессии, которую на сегодня разработали Министерство социальной защиты. То есть это очень-очень такая, можно сказать, глобальная сеть, которая сейчас будет работать и на людей с ограниченными возможностями, и на общество в целом. То есть общество увидит нас, скажем так, с другой стороны, потому что, к сожалению, все-таки образованный человек с инвалидностью, который умеет общаться по букве закона, да, который может корректно выстроить свою речь, выразить свою мысль, к сожалению, это пока еще такое особенное явление для, скажем так, для основной общественности. Ну и к этому часу это вся информация. Прямо сейчас смотрите Дневную смену с Киржаном Смогуловым. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.